Минувшие выходные составился республиканский турнир по стрельбе из тувинского традиционного лука верхом на лошади. Это не первое подобное соревнование, которое организовали в последнее время. Лучшие моменты в репортаже Даяна Монгуш. Перед стартом турнира подношение духом огня. В костер кладут мучное, белую пищу и сладости. Обряд Сан Салыр принесет удачу участникам соревнований. Сегодня стреляют из лука, из стоя и верхом на лошади. С каждым разом турнир все популярнее. Сегодня 28 участников. Большинство лучников предпочитает пускать стрелу на скаку. Сложность данного вида спорта заключается в том, что лучник пускает стрелу прямо на ходу верхом на лошади. И у победителя оценивает не только меткость, но и скорость. Повод собраться – 40-летие президента Федерации конного спорта Таймира Сареглара. Он и спонсор состязания за первые места по жеребцу. Стоя лучше всех стреляет Салдыс Монгуш из Дзунхемчика. Верхом на лошади – байдагини Салдыс Сая. Остальные спортсмены не расстроились, ведь самое главное – процесс. Стрельба из лука у туинцев в крови. Для борьбы у меня не хватает сил, а для конных скачек нет лошади. Поэтому я занимаюсь стрельбой из лука стоя. Я хочу, чтобы стрельбой из туинского лука занималось как можно больше молодых, чтобы сохранить традиции нашего народа. Участники должны иметь свой лук и стрелы, которые они изготавливают сами по древним технологиям предков. Турнир – яркий пример возрождения традиций. Десятилетиями охотились и защищали свою родину. Соревнуются на Чабанской стоянке Духового оркестра правительства Тувы. Здесь есть все условия для подготовки спортсменов и проведения состязаний. Стрельба из лошади является тоже опасным видом. И поэтому все участники должны пройти отборочный тренировочный процесс. Издревле лук и стрелы для туинцев служили оберегом от злых духов. Считается, что самый меткий лучник получает покровительство высших сил и большой жизненный потенциал. Даяна Мангуш, Владимир Донгак, Вести Тыва, Кызыльский район.